КОНДИТЕРСКИМИ Волнами наплывал дымок от шашлыка. Играл духовой оркестр, создавая особый торжественный праздничный настрой. Подобную картину в этот день можно было, наверное, увидеть в любом уголке нашей страны. Весь Казахстан отмечал 65-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Для казахстанцев, которые делились последней лепешкой с тысячами эвакуированных, поставляли фронту мясо, хлеб, теплую одежду, боеприпасы, отправили на поля сражений около полутора миллиона сыновей и дочерей. Это не просто памятная дата, а дань уважения и поклонения мужеству тех, кто защитил мир от фашизма. В ходе подготовки к этому Дню Великой Победы в районе была проведена большая организационная работа и реализованы конкретные меры по улучшению условий жизни и быта ветеранов войны, труженьков тыла, не были забыты и воины-афганцы, ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС. А кульминация стала праздничная программа, которая объединила сотни неравнодушных людей с трепетом и волнением, напомнивших нам о грозных страницах истории. По толпе, словно ветер, пролетает взволнованный гул. Ждут главных героев праздника ветеранов войны. Медленно и торжественно под звуки аплодисментов и победных фанфар проезжают открытые автомобили. Аким района Ермек Маржукпаев и уважаемые гости помогают ветеранам выбраться из автомобилей и провожают к почетным местам. ПЕСНЯ Георгий Беляев, Иван Богатырев, Виктор Венедиктов, Степан Гавриленко, Григорий Грибельник, Михаил Гущин, Михаил Дашкевич, Иван Купин, Хамид Жалмухамедов, Александр Кириллов, Григорий Орлов, Иван Сидоренко, Алексей Столяров, Иван Плустенко и Вера Яруш. Начинается праздничное шествие колонн войсковых подразделений и организаций районного центра. И здесь аршалынцы отличились. Первой на площадь выступает колонна красногвардейцев с государственным флагом Республики Казахстан и знаменем победы в Великой Отечественной войне. Торжественным маршем шествует подразделение Вячеславской воинской части номер 73-805. Они показали прекрасную строевую подготовку, особенно женщины-военнослужащие. Эстафету подхватывает колонна воинской части номер 66-36 поселка Аршалы. По традиции, следом идут воины-интернационалисты, воевавшие в Афганистане в 1979-1989 годах, а также участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. У них в руках красные гвоздики, это тоже традиция. Сменяя друг друга чеканным шагом, идут колонны сотрудников учреждения ЕЦ 166-5 и работников районного отдела внутренних дел. Торжественное шествие – яркий пример преемственности, традиции и неразрывной связи поколения. Пример этому юные участники парада. Зрители приветствуют колонну каратистов из аульного округа Жебек-Жулы, воспитанников секции каратэ-до при Новоалександровской школе. Очень эффектно выглядели ребята из военно-патриотического клуба «Каскад» Ижевской средней школы. А завершило построение колонны военно-патриотического клуба Аршалынской средней школы номер 2. Звучит команда «Смирно» и площадь замирает. Командующий парадом, командир Арнасайской воинской части отдаёт рапорт Акиму района Ермеку Маржикпаеву. Командир воинского части, капитан Майбаев! «С праздником, уважаемые аршалынцы!» Звучит троекратное «Ура!» И в синее небо взлетают десятки разноцветных воздушных шаров как символ радостных надежд счастливой мирной жизни. Слово берёт Аким района. В короткой взволнованной речи он тепло и душевно поздравил аршалынцев с Днём Великой Победы и выразил дань уважения ветеранам. «Мы искренне благодарны вам за то, что вы и сегодня продолжаете собственным примером воспитывать у молодого поколения чувство любви к Родине, священного долга быть достойными защитниками Отечества. Сегодня всё человечество склоняет голову в память о павших и благодарность участникам этой страшной войны, которые своей жизнью тяжким радым трудом обеспечили эту великую победу. Вечная память павшим, вечная слава вам, вожественные ветераны Великой Отечественной войны, всех жителей нашего аршалынского района со славным юбилеем 65-летием Победы». Как признался позже Ермек Баранбаевич, он никогда не волновался так, как во время обращения к ветеранам. А у микрофона почётный гость, заместитель командующего сухопутными войсками Республики Казахстан, генерал-майор Кашгали Мукатов. «Сколько бы мы ни делали хороших дел для наших ветеранов, мы всегда перед ним в вечном долгу. Поэтому разрешите вас поздравить с этим днём, пожелать вам здоровья, счастья, успехов. Сегодня нельзя не сказать о наших афганцах, чернобыльцах. Я думаю, что это следующее поколение, на котором должно воспитываться наше будущее казахстанское поколение». В дар ветеранам генерал Мукатов передал солдатские вещмешки с амуницией, подарками, в числе которых керамические сувенирные фляжки, украшенные памятной символикой. Тепло поздравил ветеранов и всех присутствующих генерал-оказ Сапаров. «Поддержите, берегите наших ветеранов. Остался всего там 15 человек. И вам всем, дорогие ветераны, крепкого здоровья. Не падайте духом. Мы вас любим. Мы уважаем вас». Сегодня ряд учёных и политиков предлагают свои версии событий 40-х годов и принижают роль народов бывшего СССР в победе над фашизмом. Этого нельзя допустить, и нынешнее поколение должно знать правду и гордиться своими дедами и прадедами. Об этом говорил учёный-юрист Марат Кагамов, доктор юридических наук, ректор Казахского гуманитарного университета. Только дружба народов бывшего Союза помогла выстоять в страшной войне. Дружба помогает многонациональному Казахстану и сегодня уверенно идти вперёд. От имени 30-ти национального коллектива производственного кооператива «Ижевский» выступил его бессменный генеральный директор Ибрагим Жангуразов. И желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, моим дорогим аршалинцам, всем детям столько счастья, сколько вы сами себе желаете. С праздником вас, дорогие друзья! Праздничную программу продолжила церемония награждения ветеранов. Аким Аршалынского района Ермек Маржикпаев поздравил Веру Павловну Яруш и вручил ей орден Курмед за заслуги перед государством. В годы войны после освобождения и оккупации Вера Яруш работала в Медсанбате, видела кровь и смерть и не жалела себя. Участнику Великой Отечественной войны Александру Кириллову были вручены ключи от квартиры в доме ветеранам. Все ветераны награждены памятными юбилейными медалями. Кроме того, каждому из них был подарен цветной телевизор и оказана материальная помощь в размере 105 тысяч тенге. В годы войны из Аршалов было отправлено на фронт более трех с половиной тысяч молодых ребят, а вернулся живым только каждый третий. Горе утрат до сих пор остается болью в наших сердцах, в нашей памяти. Память погибших, присутствующей почти ли минутой молчания, а потом состоялось возложение цветов к вечному огню. У незнакомого поселка на безымянной высоте У незнакомого поселка на безымянной высоте Вспомним всех поименно, горем вспомним своим. Это надо не мертвым, это надо живым. Помните через века, через года помните о тех, кто уже не придет никогда. Помните, не плачьте, в горле сдержите стоны, горькие стоны. Памяти павших будьте достойны, вечно достойны. Люди земли, убейте войну, проклините войну. Люди земли, мечту пронесите через года и жизнью наполните. Ну а тех, кто уже не придет никогда, заклинаю, помните. Ветер шевелит лепестки цветов, дрожит пламя вечного огня и трепещут сердца от нахлынувших чувств. Этот праздник – урок мужества, урок истории для юного поколения, напоминание о том, как хрупок мир и какой ценой заплачено за нашу счастливую жизнь. Праздничную программу продолжила театрализованное представление, посвященное основным этапам Великой Отечественной войны. Его открыла картина выпускного бала, состоявшегося 21 июня 1941 года. До начала войны оставались считанные часы, но этого никто не знал. Молодежь веселилась, танцевала, строила великолепные планы на будущее, планы, которым не суждено было сбыться, планы, которые зачеркнула война. Вся страна объединилась в одно мгновение. Родина-мать зовет. Тысячи молодых ребят, не ожидая повесток, шли в военкоматы на призывные пункты с требованием отправить их на фронт. Все думали, что война не продлится больше двух месяцев, но все оказалось иначе. 22 июня в селе Вишневка состоялся митинг, и десятки молодых парней ушли на фронт. Многие из них ушли навсегда. Но тогда они не думали об этом. Первый удар приняли на себя защитники Брестской крепости. Здесь стояли насмерть бойцы более 30 национальностей. За мужество и отвагу его защитников Бресту присвоено почетное звание «Город-герой». В суровых боях под Москвой бессмертной славой покрыли себя герои-панфиловцы, среди которых воевал легендарный сын казахского народа Бауржан Мамышулы. Участнику боя у разъезда Дубосекова Аршалынцу Никите Андреевичу Митченко было присвоено высокое звание Героя Советского Союза. Темная ночь Только пули свистят по степи Особая военная страница блокада Ленинграда эвакуация детей и доставка продовольствия по дороге жизни. В боях под Ленинградом участвовали и посланцы Аршалынского района Шаймагамбет Турсунов Владимир Шевченко Алексей Жариков Дмитрий Недайхлеб Следующая экспозиция посвящена Сталинградской битве. Здесь также воевали казахстанцы из 387-й и 29-й стрелковых дивизий сформированных в Акмолинске. Известны имена аршалынцев воевавших за Сталинград. Василия Гошко Федор Потапченко Комендат Роспеков и другие. Не зря эту войну называли народной. В тылу врага геройски проявили себя многочисленные партизанские соединения. В партизанских отрядах Белоруссии и Украины воевали и аршалынцы. Вера Аникевич Николай Стрельников Станислав Доновский Михаил Шаталов Громкими аплодисментами встречала вся площадь экспозицию, посвященную подвигу фронтовых медсестер. Землячкам Александре Вербицкой, Лидии Ивановой, Марии Цибульской, Анне Щеблановой и еще сотням тысяч врачей и медсестер земной поклон. Освободив свою землю, советские войска прошли с победным маршем по Европе. И везде солдат-победителей встречали ликующие жители освобожденных стран и усыпали путь их цветами. Сегодня многие называют все это второй оккупацией. Но военные хроники являют нам подлинную историческую правду, есть и живые свидетели, такие как Купин Иван Антонович. А его земляков Василия Дудникова, Сергея Кравцова, Афанасия Якубенко, к сожалению, уже нет в живых. Пол Европы прошагали пол земли. Этот день мы приближали как могли. И этот день победы наконец наступил. День победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Дым сражений, кровь и пот войны все сгладилось, затерлось, исчезло. Остались только братские могилы, памятники воинам-освободителям и память в наших сердцах. И бесконечная нежность к этим тающим на глазах старикам. Нашей совести славы и доблестью. После театрализованного представления состоялись показательные выступления каратистов из аульного округа Жебек-Жулы. Особенно эффектно выступили военнослужащие из воинской части номер 73-805. Пробито небо трассерной дорожкой, а вместо звезд сиреневая муть. Давай, браток, близни еще немножко, нам все равно сегодня не уснуть. Немая радость и немые слезы становятся привычными вполне. А там в России белые березы, а здесь у нас пейзаж, как на луне. Давай, браток, за синие береты, за добрый свет до легких милых глаз. Командующий парадом объявляет о выводе колонн и площадь постепенно заполняется свободно гуляющей публикой. Но праздник продолжается. Мы впервые в нашем районе создали фонд победы. Хозяйшие субъекты, бюджетные организации, все как один, не надо было никого уговаривать, все перечислили денежные средства и помогали, чем могли, тому свидетельствующие наши мероприятия, откликнулись все войсковые части. Я думаю, дух и диалог этого праздника была мощная. Это, прежде всего, конечно, для подрастающих наших поколений, которые сегодня были представлены и военный патриотический клуб «Каскад», и школьники нашей второй школы все поддержали. Я думаю, сегодня те дети, которые не видели, не видели духа победы, мы должны их воспитывать вот на таких живых примерах. Никто не расходится по домам. На летней эстраде начинается концерт военно-патриотической песни. Артисты сменяют друг друга и на сцене Жулды Смаржикпаева с новой песней «Арда Герлер». Кто-то слушает, кто-то подпевает, кто-то с удовольствием пробует солдатскую кашу у развернутой тут же полевой кухни. А у вечного огня по традиции фотографируется на память. Чествование ветеранов было продолжено в кафе «Алазу». В их честь Аким района дал торжественный обед. Среди гостей актив района предприниматели, принимавшие деятельное участие в подготовке к Дню Победы. Журналисты, окруженные заботой и вниманием ветераны выступили со словами благодарности. «Поднимем тост за тех, кто жив в сороковых, поднимем тост за мертвых и живых. Они страну от гибели спасли и демь встает и смерть не отбили». «Мы свою миссию с достоинством выпрогнули. Поэтому я призываю нашу молодежь, что это мы сделали в жизни свободную демократии. Для того, чтобы наша молодежь демократия». Прекрасную раскованную атмосферу в кафе помогал создать прославленный хор ветеранов, в исполнении которого военные песни звучали особенно проникновенно. У воинов-афганцев свои традиции. Третий тост за тех, кого нет с нами. Ему предшествует минута молчания, и весь праздничный зал затихает и встает. Наверное, в эти минуты каждый в душе пожелал, чтобы не было больше войн и потерь, и даже побед. Потому что даже самую ослепительную победу покрывает вуаль печали. Поздним вечером над площадью по-прежнему летела музыка. Люди смеялись, подпевали, танцевали. Казалось, что время отбросило всех на 65 лет назад. Прекрасный майский вечер, когда победу праздновали впервые. А у вечного огня сидели ребятишки. Они грелись у его тепла, ели мороженое. Блики играли на их лицах и было совершенно ясно, что этот особенный вечер они запомнят на всю жизнь. Великолепный фейерверк рассыпался в темном ночном небе. Каждый огненный всполох люди встречали криками «Ура!» и аплодисментами. Достойное завершение достойного праздника. Глядя на это понимаешь Жива времен связующая нить Историю мы почитаем свято И в наших душах вечно будут жить За Родину погибшие солдаты на глазах День Победы День Победы День Победы Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Редактор субтитров